Здравствуйте, друзья! С вами снова Сергей, и сегодня мы разберем, что сказал Брюс Уиллис в этом отрывке из фильма «Гудзонский ястреб». Это было задание на аудирование, которое я выкладывал в своем телеграм-канале. Задание было таким, нужно было послушать этот отрывочек и написать в комментариях, что сказал Брюс Уиллис. Спасибо всем, кто принял участие. В комментариях, по комментариям я понял, с какими моментами возникают основные недослышки, скажем так, трудности, и сегодня я разберу эти моменты. Но давайте сначала еще раз послушаем этот отрывочек, все-таки он там довольно быстро говорит, и может быть, если не с первой попытки, то со второй у вас получится все разобрать. Итак, разобрали, что там говорится? Я думаю, вы разобрали слово «dinner». Его разобрать несложно, тем более, что оно повторяется два раза. Я думаю, вы поняли, что он приглашает героиню сходить с ним на ужин. И, скорее всего, вы разобрали такие слова, как «nice» и «boring». «Nice» – милый, приятный, «boring» – скучный. В общем, он ее зовет сходить с ним на ужин, на такой скучный, приятный ужин. Другие слова многие не разобрали, либо разобрали не совсем точно. Вот правильный ответ, тот же отрывочек, но с субтитрами. Итак, вот что он говорит. You wanna have dinner with me tonight? Хочешь поужинать со мной сегодня? Have dinner – это значит поужинать. Ну, или он ее приглашает сходить с ним на ужин. You wanna have dinner with me tonight? Следующее предложение. Nice, dull, boring dinner. Такой nice, приятный, милый, «doll» – это такой унылый, можно сказать, или скучный. «Boring» – это скучный ужин. Как видите, ничего сложного в этом отрывке нет. Слова все простые, конструкции простые, однако на слух разобрать все равно трудновато, потому что он говорит быстро, ну и слова переходят одно в другое таким потоком, без каких-то вот разделений, без каких-то пауз. Из-за этого непонятно, где одно слово заканчивается, другое начинается. Но сейчас я подробно разберу этот отрывочек. Мы его вместе проработаем, проговорим, разберу все трудности, в конце поставлю его снова. И я думаю, что если вы вместе со мной все проработаете, то в конце вы услышите все намного отчетливее. Итак, первое предложение. You wanna have dinner with me tonight? Хочешь со мной сегодня поужинать? Это вопрос причем, такое предложение, да? Здесь никаких особых таких сложностей нет фонетических, но здесь есть вот какие моменты. Во-первых, здесь есть сокращение wanna, характерное для разговорной речи. Wanna это сокращение от want to. То есть want to в разговорной речи часто превращается в wanna. Do you want to know the truth? превращается в do you wanna know the truth? Do you wanna know the truth? Это очень часто встречается в разговорной речи. И еще один момент это то, что здесь в начале нет вспомогательного глагола do. Вообще, по правилам грамматики, такой вопрос должен начинаться на глагол do. Do you want to have dinner with me tonight? По идее, должен был сказать Брюс Уиллис, который ЕГЭ бы не сдал с такой грамматикой. Однако, на практике, вот в реальной речи носители языка, очень часто вопросы, особенно когда они задаются так бегло между делом или что-то переспрашивают, часто вопросы, которые начинаются на do, там do отваливаются. Вместо do you want a sandwich? Говорят you want a sandwich? You want a sandwich? Без всякого do. Вместо do you want to have dinner with me? Говорят просто you wanna have dinner? You wanna have dinner? То есть do там просто нет, оно отпадает. Только, пожалуйста, если вам нужно сдавать экзамен по английскому языку или если вы пишете деловое письмо, не нужно отсекать do в начале вопроса, не нужно want to превращать wanna. Это уместно в такой расслабленной, неформальной беседе, но неуместно будет на экзамене и неуместно будет в каком-нибудь деловом письме. В плане произношения есть кое-какие интересные моменты со словами have, а также сочетанием слов with me. Давайте начнем со слова have. Дело в том, что здесь в слове have в начале нет такого жесткого звука х, как мы это любим произносить. Одна из отличительных особенностей русского акцента, как жестко мы говорим звук х. В русском языке он такой довольно жесткий, он похож немного на звук к, в том плане, как он именно произносится, как он именно образуется. Однако в английском языке х это больше такой х, что-то вроде вот такого выдоха, когда мы на стеклышко дышим перед тем, как его протереть. Например, по-английски не говорят happy, по-английски говорят happy, happy. По-английски не говорят hope, по-английски говорят hope, hope. По-английски не говорят have, по-английски говорят have, have. А в очень быстрой речи, особенно когда слова нужно связывать одно с другим, вот этот вот согласный в начале слова have, он вообще почти растворяется, он может полностью отпасть, а может раствориться вот процентов на 90, от него почти ничего не остается. И здесь Брюс Уиллис говорит you wanna have dinner with me tonight. You wanna have dinner with me tonight. В принципе, вы можете сказать просто have, не добавляя никого согласного. В начале получится, по сути, то же самое. You wanna have dinner with me tonight. Там нет вот этого х. Он не говорит you wanna have dinner with me tonight. Он говорит you wanna have dinner with me tonight. Теперь, что касается произношения слов with the me. With the me. Здесь интересно то, что эти слова между собой соединились, и у нас одно слово практически бесшовно переходит в другое слово. А вообще язык, речевой аппарат, человек, как правило, стремится к тому, чтобы одно слово бесшовно переходило в другое. Это работает само по себе, если идет чередование гласный-согласный, гласный-согласный. Но with me, здесь у нас with заканчивается на согласный, me начинается на согласный. Однако такой переход все равно возможен. Вот как он происходит. Слово with заканчивается на этот межзубный согласный the. With the. 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 Me начинается на м. Однако, когда их произносят вместе, не получается такого with me, то есть их не отчеканивают друг от друга. Мы говорим with the, и язык из этого положения уже начинает переходить в то положение, из которого произносится me. Me. With me. With me. With me. Видите? With me. То есть, не закончившись, не отчеканившись, вот не сделав вот эту the отсечку, оно уже переходит в м. Me. Вот как говорит Брюс Уиллис в этом отрывке. With me. With me. With me. Видите? А потом сразу me. Без какого-то завершения такого формального звука the. Вот как было бы не совсем правильно. Вернее, это было бы правильно, но не совсем связано. With me. With me. Видите, вот здесь я the закончил, вот полностью нормально договорил, а потом me. Так говорить можно, это не ошибка, разумеется. Вы можете сказать, do you want to have dinner with me? Это не будет неправильно, однако это будет звучать немножечко неестественно. Ну, для носителя языка вот такой вот, with me. Это примерно как по-русски вы бы сказали, не хочешь ли поужинать со мной? Вот примерно вот так вот, отчеканив со и мной, разделив их. По-русски мы говорим со мной, мы не говорим со мной. А по-английски говорят with me, with me, а не with me. Ну, еще один момент насчет слова tonight. В слове tonight нет звука у, мы не говорим tonight. Там такой очень кратенький беглый гласный. Tonight, tonight, tonight. Там почти нет вообще гласного звука, микроскопический, такой полугласный, четвертьгласный. Tonight, tonight. А теперь давайте проговорим все предложение вместе. You wanna have dinner with me tonight? Вот это предложение. Смотрите на текст внизу и говорите вместе со мной, одновременно со мной. Следите за моими движениями, они подскажут, когда говорить. Итак, готовы? Поехали. You wanna have dinner with me tonight? Я сейчас говорю медленно и монотонно. Потом мы уже скажем с нормальной интонацией. Еще раз. You wanna have dinner with me tonight? Чуть-чуть побыстрее. You wanna have dinner with me tonight? Опять же, я говорю монотонно. Давайте теперь с нормальной интонацией. Получится не очень медленно, потому что если говорить сильно медленно, то вся интонация у меня рассыпется. Интонация там такая. You wanna have dinner with me tonight? То есть самый такой пиковый момент на слове dinner. Хотя он говорит довольно плоско. Ну, я немножечко преувеличиваю эту интонацию. You wanna have dinner with me tonight? Смотрите на текст и говорите вместе со мной. You wanna have dinner with me tonight? You wanna have dinner with me tonight? You wanna have dinner with me tonight? Давайте быстро теперь. You wanna have dinner with me tonight? You wanna have dinner with me tonight? You wanna have dinner with me tonight? А теперь совсем быстро. You wanna have dinner with me tonight? You wanna have dinner with me tonight? You wanna have dinner with me tonight? Ну, уже так быстро не надо. Со следующим предложением вот какая загвоздочка. Дело в том, что там всего четыре слова nice, dull, boring, dinner. Нет никаких вот этих вот маленьких вот, даже артиклей нет, нет никаких союзов, нет никаких связок сложных фонетических. Слова он произносит довольно раздельно, потому что это как раз-таки тот случай, перечисление, где слова не нужно прям вот смешивать в одну кашу. Nice, dull, boring, dinner, да? Вот так вот, вот так вот он говорит. Однако многие не расслышали слово dull. Возможно, кто-то это слово не знал, но я думаю, что здесь еще проблемка в том, как звучит звук all в этом слове. И как звучит предшествующий ему гласный звук. В английском языке нет такого понятия, как мягкие согласные и твердые согласные, однако в английском языке есть так называемые light и dark, то есть светлый звук и темный звук. Я сейчас объясню очень коротко, чем они отличаются. Светлый звук лэ, это примерно как вот твердый лэ в русском языке. Когда мы его произносим, у нас язык касается зубов, лэ, а потом в конце он от них отскакивает. Лэ, 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 лэ. Видите, у нас звук этот лэ, он у нас возникает в тот момент, когда язык расстается зубами. С темным звуком лэ в английском языке немножко по-другому. Вот смотрите, когда мы молчим, у нас язык просто лежит, да, вот так вот. И теперь попробуйте сказать лэ, при этом фиксируя язык в этом положении. У вас получится что-то вроде лэ. Язык не может вырваться, потому что мы ему не даём уйти. Вот темный лэ звучит примерно так. В темном лэ нет этого момента, когда язык отскакивает от зубов. Нет вот этого лэ, лэ, вот этой отсечки. Там лэ, лэ. Он звучит как бы немножечко вот куда-то нам в голову, куда-то вот в носовую область. Типичный случай, когда встречается тёмное лэ, это когда слово заканчивается на лэ. Лэ в конце слова. Например, ball, roll, hell. Вот такое вот тёмное лэ. Мы не говорим ball, мы говорим ball, ball. Мы не говорим roll, мы говорим roll, roll. Мы не говорим doll, мы говорим doll, doll. И из-за того, как произносится звук лэ, это немножечко отдаёт в предшествующий гласный звук. Вот сравните слова, вот эти вот два слова. Duck, duck, doll, doll. Duck, duck, duck. Duck это утка. Doll, doll. Такое ощущение, что там разные гласные звуки, да? В слове duck там звук а, а в слове doll там какой-то о, о. Вот такой звук. На самом деле там один и тот же звук, просто во втором случае тёмное лэ, оно немножечко отдаёт вот в этот предшествующий, или по крайней мере у нас складывается такое ощущение, такая иллюзия, что он её отдаёт. И нам кажется, что этот звук, он что-то среднее между а и о, таким звуком. На doll немножко похоже кукла. Мне даже в комментариях писали, что там возможно слово кукла, и он называл её nice doll, что мол такая милая куколка, что-то вроде этого, пойдём со мной на ужин. На самом деле там было по-другому. Вот это и вся трудность во второй части, вот это вот специфическое произношение слова doll. Nice doll boring dinner. Итак, давайте вместе проговорим вот эту вот вторую фразу. Смотрите на текст снизу и повторяйте, и говорите вместе со мной. Nice doll boring dinner. Nice doll boring dinner. Nice doll boring dinner. А теперь давайте всё вместе проговорим оба предложения. Смотрите на текст внизу и говорите вместе со мной. You wanna have dinner with me tonight? Nice doll boring dinner. Чуть-чуть побыстрее. You wanna have dinner with me tonight? Nice doll boring dinner. You wanna have dinner with me tonight? Nice doll boring dinner. Теперь давайте поставлю этот отрывочек с Брюсом Уиллисом ещё раз. И я думаю, в этот раз вы всё расслышите намного лучше, чем в начале ролика. You wanna have dinner with me tonight? Nice doll boring dinner. You wanna have dinner with me tonight? Nice doll boring dinner. На этом всё. Надеюсь, это видео было для вас полезно, интересно. Не забудьте подписаться на мой канал. Не забудьте поставить лайк, если видео понравилось. И до встречи в следующий раз.